Руколу На огороде уже ничего не вырастешь, остается одна надежда на теплицу. А если и ее нет, можно попробовать вырастить что-нибудь на подоконнике. Например, руколу. Вырастим вместе с нашим специалистом. Света, вот эту руколу можно употреблять прямо в еду, уже в салат. Ее можно есть. За какое время она вырастет? От момента посева до готового урожая у вас пройдет примерно 2-2,5 недели. В принципе, немного. Да, но смотря опять же от освещения, от грунта, то есть как вы ухаживать за ней будете. А много требует ухода? Нет. Кроме того, что посеять, полить. Рукола очень неприхотливая культура, поэтому ее можно выращивать как у себя на участке, так и на окне. Можно посеять просто в грунт. Просто в землю, в горшочек сразу? Да, да. Мы выбрали посев в торфотаблетке. Объясню, почему. Мне тоже интересно, это просто эффективнее, это лучше или быстрее? Это эффективнее. Для дома это эффективнее, потому что здесь вы не травмируете корни, вы не травмируете сами стебли. А, когда вот рассаживаешь, да? Да, да, да. Давай сейчас вместе будем сеять. А сколько нужно вообще вот в каждую вот эту торфотаблеточку насыпать? Это не принципиально. То есть просто вот... А если там много их зайдет? Хорошо. Вот она такая и будет, да? Хорошо, да, да, мы прям... Густая? Да, да. Все, прям вот сверху сыпешь. Прямо в серединочку? Да, да, да. Так, ну по три, да? Да, сыпь все, что есть. Да, все, что есть. Конечно. Если вдруг покажется, что очень-очень густо, ее можно проредить. То есть в принципе... Разделить напополам таблетку потом? Нет, прям выдернуть ненужные растения, как бы, их уже можно использовать в пищу после того, как они дали семидольные листики. То есть проростки, да, вот эти какие-то? Да, да, да. Руккола недорогая культура, поэтому в принципе приобрести еще несколько пакетов не составит труда. Но она обязательно взойдет? Обязательно. Или не факт? Взойдет руккола обязательно, если будете выполнять условия. Посмотрите на пакете срок годности, чтобы он не вышел. Производители должны быть уже проверенные. То есть если какой-то новый производитель на рынке, лучше не брать его. Потому что, ну, может и зайти даже не то. Может и обманут. Может и обманут. То есть это не руккола, а редька, да? Или что-то редька. Может быть. Или укропчик там какой-нибудь взойдет. Ну, укропа другие семена вы не спутаете. Да, ну вот тут такие кругленькие, да, маленькие? Да, да. Когда мы посеяли в торфотаблетки, мы обязательно закрываем, ну, в данный момент крышечкой. То есть закрывать их там никак не нужно? Нет, все, все. Крышечкой мы закрываем. Это, то есть идет специальный контейнер для торфотаблеток. Можно использовать любой другой контейнер. Закрыть полиэтиленовым мешочком, как кому удобно. В мешочке нужно будет сделать отверстие. Чтобы воздух поступал, да? Да, здесь просто... А здесь и есть, получается? Здесь есть отверстие, раз в 2 суток можно открывать, то есть проветривать. А так мы закрываем, чтобы солнышко попадало. Просто ставим на подоконник? Делаем тепличку, чтобы там был парниковый эффект, чтобы таблеточки не пересыхали, чтобы было достаточно тепла и влаги для всходов. А воды нужно будет еще добавлять? Очень-очень важно. Мы поливаем таблетки только в поддон. Сверху мы на таблетке воду не льем. Они подпитываются снизу, тем самым остается всегда влажная и оптимальная влажность для проростка. То есть нужно проверять, чтобы водичка всегда была? Да, да, да. Всходы появятся примерно дней через 5 при хорошем освещении, при температуре. Но всходит она при плюс 18-16 градусах. То есть это комфортная температура? Да, да, холодостойкая культура, то есть ей не нужны высокие температуры для всходов огурцов, к примеру. Через 5 дней у нас появятся вот такие всходы. Уже можно есть. Да, но этим росткам уже больше 5 дней. То есть здесь уже примерно, ну, я не знаю, дней 10. То есть здесь мы уже видим большую корневую систему. То есть все, растение уже полностью развелось. Их уже можно употреблять в пищу. То есть это идет как микрозелень. То есть в принципе на один салатик. Да, да, да. Вы прямо обрезаете, то есть... Но вот если мы обрежем, то потом еще взойдет или нет? Или все это уже? Нет, все, да. То есть уже не вырастет. Так, а в закрытом вот состоянии они у нас вырастают вот за 5 дней, а потом мы уже... В закрытом мы их держим до всходов. Когда появляются первые всходы, мы убираем все и на свету. И они вот так уже дальше растут. А когда мы начинаем их пересаживать? Вот в таком виде. Вот когда 5-10 дней, да, можно уже пересаживать? Да, да. Доставая горшочки. Так, этот процесс мне тоже нравится. Сейчас будем копаться в земле. У нас горшки по 2 литра. То есть обязательно должны быть в горшках отверстия для отхода влаги. Хоть рукола и влаголюбивая, но застоя она тоже влаги не терпит. Чтобы все в меру было. Да, да. Корни могут загнуть, и в принципе тогда надземная часть начнет желтеть, сохнуть, и мы уже не получим ничего. А поливаем, когда земля подсыхает или... Раз в 3 дня. Раз в 3 дня. Да, если мало будет полива, то зелень у руколы будет горькая, не сочная, то есть уже не такая, как нам нужна. Мы хотим вкусную. Конечно, конечно. Поэтому мы будем поливать раз в 3 дня. Бери, бери лопатку. Инструменты у нас. На 2-х литровый горшок, допустим, как здесь, у нас высажено 3 торфотаблетки. Ну, с энным количеством растений. То есть, да, здесь получилось много. Ну, сколько насыпали, сколько взошлось. А, еще очень-очень важно, нужно, чтобы таблетки были друг от друга на расстоянии, чтобы они корнями не срослись. А, то есть они могут прям переплестись там, да? Да, чтобы мы их потом не раздирали и не травмировали, опять же, корневую систему у растений. А если травмируют, то оно может погибнуть или просто будет? Ну, какие-то просто погибнут, какие-то будут приживаться тяжело, то есть стресс будет в растениях. Бедные растения, у них стресс тоже бывает. У них все, как у людей, естественно. Опять же, грунт у нас идет, смешан обязательно с агроперлитом. Вот это очень интересное название. В прошлой программе у нас вся съемочная группа, все запомнили название агроперлит. Это идет природный дренаж, который не дает слежаться с земле, который пропускает воздух в корни, отводит очень хорошо влагу. У него нет патогенной флоры, тем самым у нас будет здоровое растение без каких-то там... Ну, это вот это, да, светлое? Да, да, это вот белый градус. Ну, он прям, да, помогает растению. Конечно, конечно, конечно. Очень хорошо. Все, теперь берем и просто... И спокойненько туда утрамбовываю. Да, да. Не, ну нужно аккуратненько или прям нужно припаскать? Ну, так как они идут в торфотаблетки, в принципе, поломать их очень тяжело, потому что они защищены. Почему? Очень удобны торфотаблетки. Ну, да, это намного проще, чем там выкапывать, их разделять и тем самым ты по-любому, наверное, повредишь, да? Конечно, конечно. Если мы для улицы их используем, то можно прием посевом в грунт, и тогда уже мы с рассадой не мучаемся. Дома нам... Нужно сверху подсыпать, поглубже надо или только вот... Нет, нормально, да, вот так вот прям. В принципе, это несложно, даже интересно. Нет-нет, рукола очень несложная культура. И за счет того, что... Самое интересное в этом, что можно потом это все съесть. Конечно. Что-то не просто так красивые цветочки там выращиваешь. Так как у нас уже в торфотаблетках имеется влага, то есть они изначально были уже влажные, мы поливаем по краю горшка, чтобы смочить землю, ту, которая была свежая. Лучше поливать какой? Водой. Вообще, конечно, лучше поливать отстойной водой, чтобы уже... То есть набираешь, так как будет, постоит, сколько день, два нужно, чтобы... Ну, в основном дня по три, по четыре, вот так вот, да. Как проверить, что у нас, допустим, ну, земля высохла и нужно полить? Поднимаем горшочек, если он тяжелый, значит, влажная земля. Если очень легкий, нужно срочно поливать. Так вот, прям так срываем. И он домашний, чистый, поэтому можно и не выть. Да, да, да. Без удобрений. Он немножечко горчит, потому что вкус такой, да, вот урублый? Вообще сорта очень разные. У нас более прямые листья, бывают резные листья, то есть сорт отличается, вкус тоже отличается. Остается горчично-ореховая нотка, но где-то посильнее, где-то слабее идет. Можно сделать, наверное, какой-то салат интересный. Вот у нас в рубрике сегодня будет салат с руколой специально, чтобы она не горчила. Всем здравствуйте! В эфире рубрика «Кулинарная копилка» и я, Софья Корнишна. Сегодня мы будем готовить очень вкусный, полезный, яркий салат из руколы, кальмаров, томатов и очень интересной заправки. Для этого нам понадобится свежая, полезная, яркая рукола, очищенные тушки кальмар, томаты черри, семена тыквы, и для заправки нам потребуется мед, лимонный сок, оливковое масло, немного специй, соли. Собственно говоря, и готово. Первым делом мы нарежем томаты черри. На самом деле нет необходимости нам отрезать у них плодоножку, поэтому мы можем просто их поделить пополам и нарезать вот таким вот образом крупно. Кальмары готовятся очень быстро. Буквально мы окунаем их в кипяток, достаем, и они уже готовы. Но в данном рецепте для салата мы еще их немножечко подрумянием на сковороде. Для этого мы сейчас уже сваренные кальмары обмакнем бумажным полотенцем, чтобы у нас не было лишней жидкости на сковороде. И на разогретую сковороду распылим немножечко масла. И в разогретое масло отправим кальмары обжариваться с двух сторон буквально так же по 30-40 секунд. Отправляем на разогретую сковороду кальмары и подрумяниваем их буквально по одной минутке с двух сторон. Если мы будем готовить кальмары очень долго, то они получатся очень жесткими и невкусными резинами, поэтому как можно быстрее мы должны довести их до результата. Возвращаемся к томатам черри. И сейчас мы будем их бланшировать, для того, чтобы наш салат получился более нежным, сочным, вкусным и ароматным. Что значит бланшировать? Мы должны распылить на сковороду немного оливкового масла и отправить туда наши томаты. Немножечко посолить. Добавить свежемолотого перца. И бланшировать буквально в течение 2-3 минут. Аромат раздается просто невероятный. После того, как мы припустили немножечко наши томаты, они начинают играть совершенно новыми красками, вкусами, ароматами. Они впитывают в себя со специями и в салате они проявляются гораздо ярче и интереснее. Ну вот основа нашего салата уже подготовлена. Мы подготовили кальмары, припустили томаты. Сейчас подготовим заправку, все смешаем и можем уже наслаждаться вкуснейшим, полезным салатом. Для того, чтобы приготовить нам заправку, нам необходимо смешать мед в пропорциях один к одному примерно. Горчица. Я советую брать горчицу более мягкую. У меня горчица в зернах. Также вы можете использовать дежурку, либо другую любимую вами. Немного оливкового масла, соль и сок лимона. А теперь, зачем же мне нужна была баночка? В баночке наша заправка станет более однородной, вкусной и правильной консистенции. Мы добавили туда все ингредиенты. Сейчас вот таким вот просто движением мы должны все размешать. Повторюсь, секрет правильно приготовленных кальмаров, меньшее количество времени и его приготовление. Буквально 20 секунд в кипятке и кальмар готов. Если вы хотите его доготовить, то буквально минутка на огне, на сковороде и уже можно убирать из огня. Далее мы берем основной ингредиент нашего салата, это руккола. И ее первоначально мы должны немножечко заправить оливковым маслом. Потому что основную заправку мы будем выливать уже сверху всех ингредиентов. У нас практически все готово. Рукколом мы заправили немного оливковым маслом. Сверху мы выкладываем подготовленные наши, сначала отваренные, потом немножечко подрумянинные на грильской вороде кальмары. Тушки кальмаров. И далее мы выкладываем припущенные томаты с ароматными специями, травами, солью, которые придадут изюминку этому салату. Посмотрите, как они красиво смотрятся, как оригинально, а на вкус они просто невероятные. Завершающим этапом мы добавляем нашу заправку подготовленную. Повторю, здесь у нас мед, лимон, горчица, оливковое масло, немножечко соли. Это все перемешано. Выливаем нашу заправку. И сверху я предлагаю дополнить наш салат тыквенными семечками. В такого рода нежных салатах, где присутствуют ингредиенты очень мягкие, податливые, необходимо добавлять такие ингредиенты, которые придадут текстуру. Вот как раз такие семечки, орешки, какие-то сухарики. Они всегда очень ярко дополняют такого рода салаты. Но не говоря о том, что, конечно, тыквенные семечки очень полезные. Ну что, наш салат из рукколы, кальмаров, припущенных томатов, тыквенных семечек и оригинальной заправки готов. Я желаю вам не бояться экспериментировать на кухне. Всего вам самого доброго. Пока-пока. С овощами все понятно. А вот как быть с животными, которые все лето провели на улицу? Нужно и их дома подготовить к зиме. Здравствуй, Иван. Здравствуй. Давай построим теплую и уютную будку для собаки. Давайте попробуем. Иван Миллер занимается деревом с 6 лет. Из династии сибирских столяров. Мечтает построить будки всем бездомным собакам. С чего мы начинаем? То есть сначала рисуется, да, план? Ну, рисуется вот как для собак. Это будка. Будка у нас будет для какой собаки? Большой, маленькой? Средняя собака, которая будет в холке, примерно сантиметров 30. Такой? Ну да, где-то. Вот такая будка будет? Ну нет, 30 сантиметров это как бы... Так, понять какая у нас будет будка. А это вот такая собака, а будка примерно сколько будет? Будка будет у нас 750 по высоте. Да, это все в миллиметрах. Хорошая будка будет. 75 сантиметров в полосоте. С чего мы начинаем? То есть вот у нас есть план. С размерами. С размерами. То есть сейчас мы будем измерять, отпиливать, отрезать, прикручивать. Именно так. В таком порядке. Сначала, чтобы отмерить, надо отпилить ровно. А, то есть нельзя вот с такой начинать? Нет, конечно, что надо отпилить ровно. А это что за прибор? Ну, торцовочная пила, чтобы угол ровный пилит, 90 градусов. А там она как-то автоматически выставляется, да, чтобы ровно было? Ну вот он поворачивается. Очень опасный инструмент. Да, инструмент опасный, как бы. Ты доверишь его мне или лучше не стоит? Нет, вам я его не доверю. Я вот тоже думаю, что мне, наверное, не стоит. Хоть и есть, наверное, вот эта защита, чтобы пальцы себе не отрезать, но лучше не надо. Лучше не стоит. Первый у нас поклонут, первый брусок, мы его отрезаем. Отпиливаем брусок. Да, отпиливаем. Все страшно. И все, это вот так просто, да? Да, это так просто. И уже от нужного края мы отмечаем нужный нам размер. А сколько у нас таких брусков нам понадобится для нашей будки? 15 брусков, получается, нужного разного размера. У нас здесь все написано, какого размера у нас будут бруски. Так. То есть начинаем с передней части будки. То есть она у нас получается 670 миллиметров. Отмеряем брусок от начала. Сколько там раз нужно отмерить и отрезать? Или уже опыт? Опыт уже берет свое. Можно один раз вжик и вжик, и все, да? Да, 670 отмеряем. Берем угольник. Угольник. А, нужно причерстить. А я думала, там он сразу так... Ну, надо же видеть, как отмечать. Ну, уже отпиливаем. И отпиливаем. Вот. Первая у нас будет, первая деталь будет готова. Да. Смотрим. Пиливаем. К концу, наверное, когда мы уже будем заканчивать будку. Может, я перестану пугаться? Ну, может быть, так. Ну, сейчас этот шум... А мы вот эти инструменты тоже будем использовать? Да, какие-то будем. Не все? Не все. Ладно, успокоила, потому что мне уже страшно. Так, ну, пока ты уже мастерски отмеряешь и делаешь... А, ну, первую, хорошо, отрезаем. Все детали у нас уже готовы. Это получается что? Это передняя часть будки, да. Передняя часть будки. Да. Теперь нам нужно сделать боковые. Боковые. Они длиннейшие, короче получаются? Они будут короче. Покороче. Они будут на 450. За какое время мы можем сделать эту будку? То есть, вот сколько у нас это времени займет? Ну, в среднем. В среднем часа 2-3. Часа 2-3. Ну, в принципе, так-то не должно. Это если все подготовлено, да? Ну, если все подготовлено, да. Иван, столько много брусков мы напилили. Ну, ты, не я. Но как-то это будет собираться? Да, из этого... Это пазл такой у нас. Да, будем собирать переднюю стенку будки. Что, где? Нет, я пока не понимаю. Мне кажется, они просто бруски-бруски. Ну, да, какие-то там по диагонали отпиленные. У нас низ. Ага. Это у нас боковые бруски. А вот эти одинаковые, да? Да, они все одинаковые. И пазл складывается в будку. Магия. Не, ну, это классно, когда ты вот что-то делаешь, выпиливаешь, вырезаешь, а потом только видишь результат. Я пока еще не представляю, какая у нас будет будка. И что там реально мы поселим собаку. Собака нам скажет спасибо. Ну, так же надо, ну, вот крыша. Крыша. А я сейчас, я думаю, сверху, ну, сверху. Ну, вот. А теперь понятно, что, значит, это вот. То есть вот здесь будет вход. Да, здесь будет вход. Уже можно оселиться. Живеца, уже почти будка готова. Картинка есть. Сейчас просто размечаемся, где у нас будут бруски. Нам нужно будет просверлить отверстие. И все это скрепить. И соединить. Да. Ты учился где-то вот такому делу? Это сложно вообще вот взять и научиться? Ну, если у человека руки растут откуда надо, то несложно. Это просто нужно любить. Да, любить. С детства что-то мастерил? Да, с детства. С дедушкой одет, у меня столер как бы. А, то есть вот у тебя профессия столер. Да. Как мы соединяем? Ну. Ой, а сверху тоже, да? Тоже, в принципе, так же разметится. Все, отцентровали. Да, начинаем сверлить. Какой берем прибор? Можно это делать шуруповертом, можно это делать дрелью. У кого что есть в наличии. Просто сверлить. Здесь можете вы уже попробовать. Я попробую. Крест. Чтобы уж точно не промахнулось. Так, просто нажимать. Да, просто нажимать и сверлить. Жевать не держать прямо. Вот так? Да. Можно? Да. Ну, задавить сильно? О! Чтобы саморез у нас не мешал, проваливался туда, нужно сделать потай. Это что за слой? Что обозначает? Ну, углубление. А, все, понял. Теперь скручиваем, берем саморезы. И шуруповертом их туда? Да, шуруповертом. Они какие-то по размеру, как это же они называются? Саморезы? Да, саморезы. Ну, есть саморезы по дереву, вот черные есть, другие. Ну, и по длине, да? Да, и по длине, конечно, саморез. Ну, вот, в принципе, что нам скрипит. Чтобы не развалилось ничего. Для чего сверлим? Если мы начнем сверлить без, ой, скрутить без сверловки, то у нас этот просто бросок лопнет. А, а так он ровненько войдет, а там уже вкрутится. И он не расщепит. Саму деревяшку. И хорошо притянет. То есть сейчас мы эти не собираем, да? Нет, почему? Мы это все собираем. А, все полностью собираем. Весь каркас пилим, собираем. По старой схеме. Да. Хорошо. По старой схеме. Теперь это похоже на будку. На настоящую будку для вполне такой хорошей собачки. Пол, как вот в настоящем доме? Ну, естественно, потому что это используется в готовую уже половая доска. А, это прям вот специально? Да, она идет уже... Для обычного дома, да? С шипом, с пазом, то есть собирается она. Класс. И уже никаких щелей, ничего поддувать не будет снизу собаки. А какие-то есть, там, не знаю, пожелания клиентов что-нибудь сделать домик для своего питомца необычным? Да, был у нас необычный заказ. Человек заказывал будку с теплым полом, то есть... Прям, чтобы... Чтобы пол подогревался. Подогрев пола. Да. Обалдеть. Наверное, там просто счастливая собака. Я бы сама там хотела жить. Подожди. Домик с подогревом. Обалдеть. И утепляются и стенки, то есть... Тоже обшиваются, да, прям что-то изнутри, чтобы было тепло? Да, внутри, то есть вкладывается утеплитель. Ну, а собака, интересно, ну, не жарко там? Ну... Обычно уличные собаки, они же там, у них подшерсток там, если что, выбежит, да? Есть же разные породы собак, которые есть гладкошерстные, которые они... И зимой на улице, если... Ну, возможно, да, кстати. Вот как бы... Как бы так. А так домики какие-то там, не знаю, особенно, чтобы они были там... Ну, не знаю, что еще такое бывает там. С террасой я видела, у вас какие-то домики есть, да, вы делаете? Да там, насколько фантазии хватает людям. Да, на вкус, да, заказчика вообще не предугадать, да? Но выполняйте любой сложности работы. Любой. Ну, у нас тоже, как бы, домик-то шикарный, я бы сказала, да. Что делаем дальше? Ну, практически уже собрали. В принципе, пол мы уже собрали. Можно приступать... Нам стенки нужно, да? Обшивать стенки, да? А, их прям вот будем прикреплять. Да, конечно. Используем имитацию бруса, вот у нас есть. То же самое, в принципе, как и пол. Он также струится. А, то есть... Также шип-паз у него есть. А потом мы будем покрывать, да, чем-то? То есть не такая она останется? Нет, конечно, любое дерево нужно обрабатывать на улице. А чем? Лак, краска или сфотография? Нет, лаки на солнце не выгорают. Для уличных используется масло. Масло. Да. Оно пропитывает дерево и защищает. И в дождь, и в снег, и в град, и в ураган. Домик наш будет внутри теплым и хорошим. Ну, будем надеяться. Так, что делаем? Начинаем зашивать. Ну, в принципе, у нас есть... Это сложно? Или это тоже вкручиваем? Да нет, это тоже вкручиваем, то есть меряем. Главное правильно отмерить, да? Вот у нас есть определенный размер. То есть под него выпиливаем? Да. Также один край торцуется ровный. Все по старой скинь. Как же нужный размер нам. Отмечаем 870. 870 сантиметров. Да, 870 миллиметров. Вы всегда в миллиметрах измеряете все? Ну, да. Да? Ну, к этому нужно уметь с этим вот так работать. Потому что 870... 870 сантиметров дом. А бывает, строили коттеджи для собак? Ну, не коттеджи, как что в приют делали, чтобы много собак жило. В одной будке? В одной будке, но она была разделена на секции. То есть у каждой собаки был свой вход. Ну, грубо говоря, отдельная конура. Хостел для собак, да? Да. Обалдеть. Ой! Да ничего страшного? А если пряш? Похоже, будет кривовато будка у собаки. Нормально. Так, ну и прикручиваем. Я могу подержать, да? Тут мне будет удобно, комфортно. Саморезы уже идут меньше, чтобы не вылазили. А то можно насквозь, да, сделать? Неопытная я, я бы взяла те же самые саморезы. А то вот саморез уже не торчит. И вот таким способом нам нужно обшить справа, слева, сзади и спереди, вот только местами, да? Да, и спереди полностью все зашиваем. А, и полностью зашиваем крышу. А здесь чем будем? То же самое. Да, то же самое все зашивается. Так. Как теперь эта стыковка происходит? Ну, то же самое пилим размер. Ага, отлично. Оп, все. Круто. Вот, в принципе, хорошая непродуваемая стенка получается. А чем внутри можно утеплять? Ну, минеральной ватой или базальтовой плитой. Ага, ну, чтобы вообще не было идеально комфортно. Ну, да, он получается как термос. Будка готова? Ну, практически, осталось сделать кровлю. Кровлю будем использовать мягкую, такого плана. Ага, прям, а как вот настоящие дома делают, да? Да, как настоящие дома, то есть выглядит, будто она. Вот так собирается она пазлами, да, такими тоже? Кровлю мы сейчас крепить не будем, так как нам нужно будку сначала открасить. А красить мы ее как сами кисточкой? Нет, это будем мы делать с пульверизатора в малярном цехе. Чтобы она была вся ровная, идеальная, красивая. Как настоящий дом. С мягкой настоящей крышей, по-настоящему покрашенной, даже настоящего дерева, даже пол настоящий, обалдеть. У нас есть элементы уже готовые, которые будут использоваться, то есть это будет вход, так же он открасится, это все прикрутится. А домик сам у нас светлым останется, да? Да, домик останется светлым, это будет, так же у нас будут ветровые, вот здесь сделаны. Я бы сама в нем жила. Правда, классный дом. Почему у меня есть собака? Надо бы завести собаку. Заводите. Ну, ладно, мы сделаем. Так же все вот эти углы закроются. Все это будет идеально. В принципе, картинка должна быть, будка получится. Не будка, а следующий дворец, я бы сказала уже даже. Ну все. Мы собрали практически все, осталось совсем чуть-чуть. Да, осталось покрасить и перекрутить элементы. К поездки. Ну все, будем красить? Да. Ну что, наша будка готова? Да, все, готова. Можно уже ее забирать? Да. Она отличается от других совершенно. Она вообще оригинальная и индивидуальная. Чтобы еще сделать ее узнаваемой, нашей, я предлагаю сделать логотипы на ней. Хорошо, давайте сделаем. Вот логотип Иваш. И поехали. Гера согреется в будке. А вот если человек хочет хорошо погреться, он идет в баню. Как правильно подготовиться к бане, а что в бане делать категорически нельзя, нам расскажет мастер русского пара. Привет, Иван. Привет, Аль. Зима близко, хочется согреться. А у тебя такая профессия необычная, как называется? Мастер русского пара. Обалдеть. Иван Митяев, мастер русского пара. Банщик с 10-летним стажем. С помощью веника может отправить человека из бани прямо в космос. Любая баня, она в себе содержит все пять стихий. Это вообще единственное такое место, в котором работают все пять стихий. Огонь у нас горит, воздух у нас там есть, вода у нас мы подаем на камни. Камни, они олицетворяют землю. И эфир – это сам человек. То есть все пять стихий у нас присутствуют в бане. Значит, для этого, для этих пяти стихий нужно создать такую атмосферу и такую уйдет. Можно сказать, идеальную, да. Ты получаешь удовольствие, да? И как вот, что ты получаешь? Мы называем это человека, чтобы человек ощутил состояние полета. То есть это наш полог – это космодром, через который мы запускаем в космос людей. Обалдеть. А вот когда зима наступает, то есть нужно как-то подготовить баню к зиме? То есть ее нужно что-то, не знаю, как-то обработать тоже, я не знаю, или что-то там сделать? Есть, есть, есть такие нюансы у нас небольшие. В плане того, что вопрос, самый главный вопрос – это как баню используют. Используют баню в частном доме, в частном доме, либо баню используют, вот, дачная баня, например. А, то есть только летом, если используют. Да, вот человек, допустим, возьмем человека, у которого есть дача, он все лето парился в бане, на зиму он туда даже проехать не может, только на лыжах идти, потому что там все заметает, и все это. Вот для таких людей нужно научиться консервировать правильно баню. Во-первых, удалить всю воду оттуда, то есть убрать, чтобы воды никакой не было, чтобы она не раздавила, ничего не это. Очень хорошо проветрить, то есть окошечки, двери, все открыть, и несколько дней, чтобы это все выветрилось, проветрить, чтобы запахов не скапливались там запахи, неприятные, вот. Это мы все, это один момент. Второй момент, мы потом все это закрываем, консервируем, и вот тогда мы можем уже соспокоить, чтобы баки тоже были все чистые, пустые. А если вот захочешь зимой все-таки приехать на эту законсервированную баню, то есть, ну, нормально все можно ее там открыть, да, и все, и заполнить. А зимой ее заново законсервировать можно или нет? Можно, можно. Вот теперь мы переходим ко второму вопросу. Как использовать баню так, что мы хотя бы раз в месяц зимой туда будем приезжать? Мы ее приезжаем, заливаем воду, растапливаем все это, подготавливаем, паримся. Но прежде чем мы оттуда уйдем, мы опять заново затапливаем печь, открываем все Насте, чтобы весь пар, вся влага оттуда ушла, и печью высушила все. Иначе, если мы этого не сделаем, у нас появится такое название, ну, называют куржак еще, вот куржак. Это когда лед покрывается льдом, покрывается изнутри, изнутри покрывается льдом все. А естественно, оно потом надо очень тщательно высушить. О, как красиво. Да, это вот у нас, вот таким образом мы встречаем гостей, то есть... Это обязательная процедура, подготовка. Конечно, конечно, это встреча гостей с чаем, с ягодками, с медом, чтобы было очень вкусно и приятно. Это просто для вкуса или это полезно, как вот перед баней? Да, вот сейчас я вам расскажу, что человек должен сделать, когда он уже собрался идти в баню. То есть не просто времяпрепровождение, а именно вот духовно отдохнуть, да? Ну, даже если так, вот в любом случае, чтобы не было нагрузки на организм. Мы за 2-2,5 часа до бани мы сильно много не едим. Но если уж совсем голодно, можно съесть там небольшой салатик или пару бутербродиков каких-то. То есть не наедаться? Не наедаться. Ну, потому что, опять же, у нас процесс физиологичный произойдет. Мы поели, еда у нас в желудке, она начинает перевариваться, у нас там туда прилив большой крови идет, а нам нужна кровь на периферию. И организм, просто мозг не будет понимать, что делать. То ли нужно кровь сохранять внутри, для того, чтобы переварить пищу, либо на периферию для того, чтобы защищаться от тепла. Да. И поэтому организм... Все так просто сходить в баню. Да, в этот момент человек перейдет в состояние стресса. А мы ходим в баню для того, чтобы получить релакс. Вот сейчас уже подготовилась к бане. Разогрелась. Разогрелась, да. И мы уже готовы вас принять. Сейчас Денис вам, это мастер русского пара, он сейчас вам все расскажет и покажет. Так что я думаю, можно идти уже в баню. Хорошо, я пошла переодеваться. Да, конечно. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте, Денис. Я готова париться. Сначала мы начнем с запарки веников. Правильной запарки. А, это сначала нужно подготовить. Составляющих наших банных процедуру. То есть, вот если веник сухой, то есть не свежий, значит мы его запариваем в теплом овечке. Это нужно прямо перед самой баней или с вечера делать? Нет, никакого вечера не надо запариваться веник минут за 20 до парения. То есть, вот ты его замочил, ушел, заниматься своими делами. То есть, протапливаешь печечку, подкидываешь дрова, набираешь купель, готовишь парную масло, ароматы все. Это первое дело, что надо сделать? Это первое, да. Это замачиваешь перед всеми этими действиями. В нем очень много дубильных веществ, которые вашу кожу подтягивают. У березы немножко другой кирп, она размягчает, она открывает поры хорошо. То есть, почему первый раз всегда проходит березовым веником? Потому что открываются поры, и ты раскрываешь, чтобы кожа дышала. То есть, первый этап желательно пройтись березовым веником. Конечно, конечно. А потом уже дубильным или любым другим? Нет, можно дубом, потому что дуб закрепляет. Всегда дуб происходит парение дубом на завершающих. Как кисть должна двигаться, с какой силой удары должны быть? Это тоже прям так интересно. Это снова, это снова должен быть, должен подход быть индивидуальный. То есть, вот каждый человек, он по-своему. Кого-то посильнее должно давить. Давай попробуем. Кого-то посильнее. Давайте. Я вам покажу просто движения, которые всегда надо делать, заходясь в бане. То есть, круговые у меня двигаются всегда. То есть, кисть должна двигаться. Да, она в основном не надо. Двумя вениками париться сразу, да? Конечно. А как ты одним? А я думаю. Попробуйте вот одним попарить. То есть, ну уже, да, нету. Снова ножку, вы берете вот ножку? Ага, можно ножку. Да, вот так, вот сюда ее так. Вот, я делаю как? Вот же я работаю, правильно? Ух ты! То есть, оно... Это не просто так похлопать. Конечно, оно должно вот раз, раз. Ой, это так приятно. А с одной, вы понимаете, вы не уберете сразу две стороны. Нет, правда, с двух веников это получается прям полностью, как будто... Конечно, движения должны быть мягкие, плавные. То есть, все должно происходить мягко. Мы запускаем людей в космос. Они видят вселенную, не покидая этих полков. Мозг улетает. Вот, честное слово, от таких ощущений мозг улетает. Побывала я на настоящем космосе. А если у вас есть полезные советы или хитрости, которыми вы хотите поделиться с нами, звоните и пишите на телеканал Катунь24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok